Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Фельцева, я HR-бизнес-партнер компании Altenar. И сегодня я хочу рассказать о своем опыте доверила руками HR, как и зачем самое главное я это делала. Немножечко обо мне. Сейчас я работаю в Altenar, до этого я работала в компании Parallels, а вообще в IT-рекрутинге я уже 12 лет. Причем это в основном международный IT-рекрутинг, это не только Россия, но и Мальта, Греция, Англия, Германия и многие другие страны. Я очень активно занимаюсь в организации мероприятий, в том числе Altenar TikToks и Python Breakfast Moscow. Python Breakfast Moscow – это мероприятие, которое шло весь предыдущий год раз в месяц, иногда два раза в месяц в Москве для Python-разработчиков. Выступала на достаточно большом уже количестве мероприятий, правда всегда оффлайн. Онлайн для меня сегодня первый и очень волнительный опыт. И буквально два слова о моем хобби. Наверное, без него я бы не начала организовывать мероприятия, потому что хобби – это крупнейшее пленарное сообщество в Москве от Altenar Moscow. Четыре года раз в неделю мероприятием на 20-30 человек. Наверное, поэтому чуть-чуть проще. Если говорить про Altenar – это относительно небольшая IT-компания. Нас 115 человек. У нас офисы в Владимире, Москве, на Мальте и в Греции. Мы занимаемся разработкой высоконагруженного программного обеспечения для обработки спортивных данных в реальном времени. И нам всегда нужны разработчики. Это наша главная ценность. Именно от разработчиков зависит качество нашего продукта. И именно разработчиков находить сложно. Особенно, если говорить про Владимир. Владимир, он вообще-то маленький город. Ну, объективно говоря. Он очень красивый, но небольшой, особенно по сравнению с Москвой. И хороших разработчиков там не так уж и много. И их надо как-то привлекать. Надо делать что-то такое, чтобы выделиться на общем фоне компаний. И метапы, мероприятия в этом плане, конечно, прям уникальная возможность. Соответственно, что же конкретно мы делаем? Диврел или все-таки employer branding? В чем основная разница? Несмотря на то, что сейчас Диврел – это безумно классное, модное слово. Его все нежно любят. На самом деле, изначально Диврел был предназначен для развития взаимоотношений с разработчиками, для продвижения своих продуктов. То есть это то, что делали на Западе, то, что делали продуктовые компании, чтобы лучше продавать свои продукты и продвигать их среди разработчиков. И, естественно, мы сейчас занимаемся немножечко не этим. Мы занимаемся только той частью Диврела, которая относится к бренду работодателя. во всяком случае, вот большинство людей, которые сейчас в России делают Диврел, потому что мы занимаемся продвижением бренда работодателя среди разработчиков. В основном, в основном, очень часто, где-то 80% людей, которые сейчас этим занимаются, они имеют все-таки чарный бэкграунд. Либо есть такие исключения, когда это разработчики. Разработчикам в этом плане чуть-чуть попроще, потому что они лучше понимают предметную область, и чарам в этом плане, естественно, как всегда сложнее. Но почему вообще HR этим занимаются, они, например, PR либо маркетинг? Потому что, в первую очередь, мы заказчики всех этих мероприятий. Нам нужны люди, нам нужны кандидаты, нам нужны мотивированные кандидаты, нам нужно, чтобы кандидаты лучше знали о наших компаниях, нам нужно, чтобы кандидаты хотели к нам приходить. Потому что в ситуации дефицита ресурсов сейчас находятся все эти компании. И даже несмотря на вот этот наш кризис, коронавирус, вот это вот все, если посмотреть на IT-подбор, я сейчас говорю именно про IT-подбор, то люди продолжают отказываться от офферов, люди продолжают получать много предложений. Да, собеседование стало меньше, чем раньше, но это все равно не сравнится с ситуацией в других областях. Получается, что из больших мероприятий для разработчиков я делала вот эту годовую серию завтраков и метапы для разработчиков. Плюс у меня есть опыт организации HR-метапов и PR-метапов. С чего вообще все это начинается? Сначала надо определиться, а что же конкретно это будет. Потому что форматов мероприятий сейчас очень много. Я не говорю про онлайн, а с онлайн это вообще отдельная история. Но если говорить про оффлайн, это могут быть завтраки, это могут быть бир-метапы, которые сейчас очень популярны, это могут быть бранч в кафе, либо это могут быть круглые столы в каком-то уже пространстве. Это могут быть традиционные метапы, когда мы приглашаем спикеров и делаем после этого обсуждения. Либо вообще что-то придумать новое, чего до этого не было. Соответственно, в первую очередь это все зависит от цели. Что мы хотим сделать? Мы хотим... Концерт! Понятно. Особенности онлайн-мероприятий. Так вот, формат зависит, естественно, от цели. Мы хотим привлечь программистов прямо сейчас и много. Значит, будет какой-то один формат. Предположим, хакатун, ну, например. Либо мы хотим потихоньку повышать узнаваемость бренда. У нас есть на это бюджет, либо нет бюджета. От этого тоже очень многое зависит. Соответственно, важно место. Опять же, оно очень сильно завязано с бюджетом. Я могу сказать, что на Патент Брэк из Москвы за все время мы потратили... Один раз компания оплачивала кофе для всех желающих. А после этого мы поняли, что оплата кофе, либо неоплата кофе, она никому не делает приятно, не добавляет привлекательности мероприятию. И все остальные мероприятия были без бюджета. То есть, по сути, было порядка десяти мероприятий, и все они были без бюджета. Поэтому здесь очень сильно зависит от того, сколько кто готов вкладываться. Большой бюджет для всех этих мероприятий совершенно необязательно. Вот. Как о себе заявлять, а как вообще начать все это делать? Есть очень классный сайт. Если вдруг не знаком, очень рекомендую зарегистрироваться. Метапком. Сайт популярен не только в Москве, но и в Европе. И там тоже можно очень активно им пользоваться. В разных странах. Где-то более популярен, где-то менее популярен, понятное дело. На метапку можно создавать мероприятие. У нас за первые пару месяцев количество участников возросло примерно до 300 человек. Сейчас там уже больше 450. Это огромная аудитория, которая активно приходит и продвигает наше мероприятие. Само мероприятие мы, как и многие, делаем на таймпаде. Это бесплатно и очень удобно. Естественно, когда мы начали рекламировать первые завтраки, в первую очередь мы пошли к дружным сообществам. К тому же самому Moscow Python. Ребята откликнулись, нас прорекламировали. Вообще, я заметила, что в принципе все готовы рекламировать. Если мы делаем что-то классное и желательно не коммерческое, то все открыты. На том же хабре регулярно выходит раз в месяц обзор ближайших мероприятий. К ним также можно обратиться, ребят так и так, сделать, пожалуйста, нам тоже анонс. Все идут на встречу. Здесь самое главное, не стесняться и обращаться. Люди на самом деле друг друга поддерживают в этом плане, потому что нетворкинг это сейчас классно. Особенно, опять же повторюсь, если это не коммерческое что-то, а направленное на нетворкинг, на продвижение, причем аккуратное. Навязчивая реклама никому не нравится. Группы в Фейсбуке. Их можно воспринимать и как сообщества какие-то, например, и просто группы по интересам. Самое главное, не нарушать правила сообществ. Самое главное, сначала пообщаться с организаторами, чтобы убедиться, что это можно. Либо, если это платно, там тоже договориться вполне возможно. То же самое в ВКонтакте и в LinkedIn. Что важно, во всех этих трех группах есть отличный таргетинг. Он прекрасно работает. Можно таргетинг и в Инстаграме запускать, но в Инстаграме у меня пока такого опыта активного не было. А на LinkedIn в ВКонтакте и в Фейсбуке таргетинг я запускала, причем очень успешно. Стоимость, наверное, получалась где-то порядка... Ну, сейчас не буду лукавить. Там порядка 150 рублей за привлеченного участника. То есть не дешевая на самом деле, но вполне работающий инструмент. Что интересно, когда мы запускаем таргетинг на Фейсбуке, мы можем сделать очень интересную выборку аудитории Look Like. То есть мы выбираем нужное нам сообщество, либо сотрудников вашей компании, либо еще что-то подобное. И делаем рекламу на похожую аудиторию. В рекрутинге этот инструмент использовать очень сложно, потому что если мы выберем вот эту аудиторию Look Like, мы же не можем им просто писать и говорить, эй, ребята, здрасте, у нас вакансия. А если мы рекламируем на них вакансии, ну, это уже лучше. Если мы рекламируем на этих людей Look Like Meetup, то велика вероятность, что они заинтересуются, придут, и дальше уже можно будет общаться. У меня было несколько кейсов, когда на мероприятие приходили люди. Я спрашиваю, ой, ребята, откуда вы о нас узнали? Ну, всегда интересно. А вы мне писали. Вы мне писали где-то там пару месяцев назад, но как бы я не хочу сейчас менять в работу. А сейчас вы меня пригласили на Meetup, а вот на Meetup я хочу прийти познакомиться, очень интересно узнать о вас побольше. И, естественно, Telegram-каналы. С ними, в принципе, действуют все те же самые правила, что с Facebook. Самое главное – убедиться, что вы ничего не нарушаете, чтобы вас не исключили, не забанили, потому что тогда канал будет закрыт. Давайте расскажу поподробнее про наше Python No School Breakfast. Это мероприятие, которое проходили в Москве. Я надеюсь, что после карантина они возобновятся, где программисты приходят общаться, обмениваться информацией, делиться какими-то своими болями, обсуждать какие-то проблемы. Естественно, это мероприятие повышает узнаваемость и привлекательность брендов. Важно. Никакой навязчивой рекламы там не было. В мероприятиях участвуют люди из разных компаний, поэтому очень аккуратно все рассказывают про себя, без чего-либо навязчивого. Но в любом случае узнаваемость очень сильно повышается. И, естественно, чем больше мы рассказываем про себя в таком очень закрытом сообществе, тем больше мы повышаем количество людей, которые хотели бы у нас работать. Происходит это раз в месяц. В основном это будний день с 9.30 до 12.00. Причем мы всегда выбираем день, чтобы не пересекаться с другими мероприятиями. Например, Data Science разработчики встречаются обычно за завтраком по средам. Соответственно, Python в основном мы делали либо по вторникам, либо по четвергам. Чтобы не пересекаться, аудитория очень похожа, чтобы у людей была возможность прийти и туда, и туда. Ну и, соответственно, не в тот же день, когда, например, Python Beer идет. Чтобы в один день не завтрак и ужин, это было бы чересчур. Очень важно смотреть мероприятия, похожие на ваши, и делать так, чтобы они не пересекались, не были рядышком. Если это метап, то это не в один день, не дай бог, и лучше даже не в соседние, чтобы больше людей пришло. Делали плюс бранчи по субботам с 12.00 до 14.00. Аудитория практически не пересекается. Это разные люди, которые могут приехать в Москву на завтрак, например, и которые могут приехать в субботу на обед. И люди очень обрадовались, когда мы начали делать обеды, потому что поучаствовать хотелось, но не все могут себе позволить так долго и интересно завтракать. В среднем было 25-35 регистраций, посещаемость примерно 80%. И зарегистрировавшись, я считаю, что для разработчиков проснуться сильно раньше обычно, приехать на завтрак, это очень классная посещаемость, если честно. И обычно это три модератора. Два каких-то заявленных стола, связанные с разработкой на Python, и один стол свободное обсуждение. Его модератором обычно была как раз я. Это может быть что-то, касающееся рекрутинга, либо просто куда зайдет разговор. И это тоже, на самом деле, важно и интересно. Теперь давайте расскажу про Altenar TikToks. Это классический метап, три часа, три спикера. Было 42 участника. Темы были такого порядка. На первом метапе все темы готовились сотрудниками Altenar. И это было, конечно, очень стрессово для всех, потому что для Владимира я не могу сказать, чтобы это был единственный уникальный метап. Нет, конечно. Но и в любом случае на порядок меньше, чем в Москве. И принципиально более необычно. Вот. Но что хочу отметить. Если на первый метап найти спикеров и темы было сложно, то после него сразу несколько человек обратились и сказали, знаете, я тоже хочу поделиться своим опытом. И это здорово. У меня сейчас уже есть пул людей, которые готовы общаться. Причем не только из Altenar из нашей компании, но и из других компаний в городе, которые сказали, окей, я, знаете, спасибо вам, что вы поделились опытом, я тоже хочу поделиться опытом. И это очень классный нетворкинг, это развитие сообщества в принципе. Это очень полезно. Потому что, когда мы развиваем сообщество, когда мы развиваем и помогаем обмениваться опытом, понятное дело, что люди потихоньку в этом растут. И это огромный плюс нашего времени. Если вспомнить то, что было пять либо десять лет назад, ничего подобного, конечно, не было. Какая роль HR во всем этом? Потому что, понятное дело, что мы не можем делать все, но мы можем делать очень важную вещь. В идеале, естественно, работать вместе с дизайнерами, вместе с пиаром и маркетингом, если они есть и готовы помогать. Но самое главное контролировать, овервью такой процесса делать, чтобы никто не пошел не туда. Потому что ни маркетинг, ни пиар обычно не знают, зачем мы все это делаем. Потому что у них свои цели, и они не всегда пересекаются с нашими. Как HR я постоянно напоминаю о графике, организовываю и требую, ребят, давайте сделаем. У нас есть время, у нас все получится. Ты никогда не выступал, но я уверена, у тебя все получится. Когда мы готовим спикеров к выступлению, очень важно вместе прогнать пару раз презентацию. По моему опыту самый классный вариант, когда мы берем спикера, мы берем презентацию и приглашаем хотя бы двух-трех человек послушать. Причем желательно, знаете, таких въедливых и со сложными вопросами. И вот после этого в основном ребятам уже абсолютно не страшно выступать перед аутидорией. Самое страшное – они уже прошли. После этого уже все нормально. У меня несколько раз так срабатывало, когда вот после такого прогона отпускает все хорошо. И успокоить, дать вот эту уверенность, что все будет хорошо, очень важно. Потому что чаще всего на подобных мероприятиях спикеры ребята неопытные. Те, которые и так выступают, те, которые и так опытные, и им помощь, в общем-то, обычно не нужна. Очень важно пройтись по презентациям и вместе с дизайнером. Либо, если вы сами умеете делать презентации, поможет сделать красиво. Потому что если разработчику позволят презентацию делать самому, это, скорее всего, будут либо белые слайды, либо черные. И вот просто текст сплошными полотнами, примеры кода. Это все очень классно, очень полезно, но хочется чуть-чуть более интересной и привлекающей внимания презентации. Вот. Еще очень важно вовремя сделать анонсы. Важно промодерировать, потому что не бывает мероприятия, на котором что-нибудь пошло бы не так. Причем пойти не так может все что угодно. Приведу пример. Завтрак для разработчиков, и один из разработчиков решил принести тортик. Это очень здорово. Только, к сожалению, кафе было не в курсе и хотела пробковый сбор за тортик. Совершенно неожиданная ситуация, как для него, для меня, для всех абсолютно. Кафе расстроилось, все расстроились. И надо быстренько пойти договориться, обсудить, связаться с менеджером, чтобы это не вызывало какого-то напряжения. И, к сожалению, такие ситуации возникают постоянно. К этому надо быть готовыми, чтобы нивелировать вот этот вот негатив, который может быть из-за каких-то совершенно житейских мелочей. Важно все это фотографировать. Причем основная цель фотографий на таких мероприятиях – это, по сути, реклама наших будущих мероприятий. Мы обязательно это фотографируем, причем выкладываем в соцсети, отмечаем участников не через неделю, не через две недели, а на следующий день. Я очень остро это прочувствовала после того, как организовывала мероприятие для пиарщиков. Там мне очень четко организаторы сказали – мы либо получаем фотографии на следующий день, либо они нам не нужны. Пиарщики не будут выкладывать фотографии о событии, которое было неделю назад. И, в принципе, разработчики тоже. Вот если это было там вчера-позавчера, выложить фоточки – это классно. Ребята выкладывают, отмечают, и это привлекает огромное количество людей. А старые фотографии никто выкладывать не любит. Еще один очень важный момент – после мероприятия обязательно надо проводить опросы, чтобы посмотреть, что было сделано так, что было сделано не очень хорошо, и куда развиваться, что менять. Причем очень важно – опрос надо готовить заранее. Потому что по опыту, когда мы делаем опрос первый раз, обычно на него уходит огромное количество времени. Чаще всего нам его надо с кем-то согласовывать. Это могут быть разработчики, например, которые участвовали в этом. Либо это может быть наш руководитель, либо там пиар, марксинг – любой вариант, на самом деле. Но в любом случае на согласование тратится время. Либо хотя бы даже на придумывание, если мы можем это все придумать, а отправить ни с кем не согласовывая. Опрос надо проводить в тот же день, когда было мероприятие. Даже на следующий день лучше не откладывать. Впечатления должны быть максимально свежие. Поэтому опросы надо подготовить заранее. И то же самое – продумать, каким образом этот опрос мы будем отправлять. В чем может быть проблема? Например, если делать мероприятие на Таймпад, там есть возможность отправить письма всем участникам мероприятия. Это замечательно. Есть только одна проблема – Таймпад может проверять сообщение до суток. И, соответственно, надо рассчитывать на этот промежуток времени. Либо какие-то другие варианты уже для себя рассматривать. Еще очень важный момент – это написание отчетов. И здесь, в первую очередь, не только для руководства, но и для себя, чтобы понимать цифры, чтобы понимать то, что у нас получилось, сколько мы потратили и какой был результат. Здесь очень важно сказать, что нельзя все это организовать один раз и решить, что потом оно будет жить само. Оно не будет. К сожалению, если не напоминать ребятам, что вот так и так нам надо вот это вот сделать, то никогда и ни у кого времени не будет. Если есть несколько разработчиков, то всегда будет такая идея, кто же, собственно, главный. А давайте сделаем вот так, давайте сделаем вот так. Если есть ответственный человек, который априори организатор, то тогда гораздо проще все это идет. Поэтому эту роль упускать, естественно, нельзя. Важно, что невозможно сделать мероприятие в компании, если нет хотя бы одного евангелиста из числа своих сотрудников, которые готовы вкладываться. Приведу пример. Долгое время работала в компании. Нам очень нужны были C++-разработчики. Таких мероприятий в Москве немного. Я была уверена, что я смогу сделать что-то интересное. Но невозможно сделать ничего для внешней аудитории, если нет хотя бы одного классного разработчика, который готов представлять вашу компанию. И вот, к сожалению, если такого человека я не смогла найти, то и мероприятие организовать нельзя. Потому что, собственно, про что мы будем рассказывать? Про то, что HR очень нужны разработчики, но это немножко не классно. Надо показывать, так скажем, живца и показывать, как здорово, какие люди у нас работают. Без этого не работает, к сожалению. Если говорить про ошибки. Мне кажется, что за эти полтора года организации мероприятий я столкнулась с огромным полом ошибок на своем опыте. И хотела бы частью из них поделиться. В первую очередь, это расчет времени. С одной стороны, если мы говорим, что вот у нас мероприятие будет через 4 месяца. Все равно 4 месяца никто готовиться не будет. И готовиться, скорее всего, все будут все равно в последний момент. Невозможно подготовиться идеально. Надо просто назначать дату и уже к этой дате все делать. Я сейчас говорю не про большие какие-то конференции, в которых действительно идет полномасштабная подготовка. Я говорю про небольшие метапы, которые реально сделать в рамках одной условно небольшой компании. По моим наблюдениям, анонсы тоже надо делать за определенное количество времени. Анонс на завтрак в идеале за неделю. Ну, максимум 5 дней. Потому что если 3-4 дня, то нужное количество людей не собирается. Если полторы-две недели, то у людей меняются планы. Они всегда меняются достаточно быстро. Вот. Поэтому вот 5-7 дней это идеальное количество времени для анонса на завтрак. Если это какой-то более большой метап, если это продолжительное количество времени и нерегулярное мероприятие, то лучше от 2 до 4 недель. Больше, опять же, тоже смысла нет. Планы меняются. Обязательно нужно напоминать. Причем, если я говорю про завтрак, то хорошо бы напомнить где-нибудь дня за 2 и обязательно накануне вечером. Друзья, не забудьте, завтра у нас завтрак в таком-то месте. Потому что были случаи в первое время, когда вот накануне не напомнили. И на следующий день, ой, а я проспал, а я забыл. С напоминаниями просыпают гораздо меньше. Обязательно берегите спикеров в том плане, что помогайте. Не оставляйте их наедине, не оставляйте их наедине с придумыванием тем, не оставляйте их наедине с презентациями, с подготовкой к презентации и с обратной связью. А это то же самое, что статья на хабре. Когда разработчик впервые ее пишет и получает вот этот весь шоковал комментариев, самое главное помочь подсказать, что, слушай, ну это же нормально. Ты же знаешь, что это нормально, правда? Без этой поддержки многие расстраиваются. Если говорить про кофе-брейки, обязательно, не обязательно и когда лучше делать. По моим наблюдениям, лучше делать в начале или в конце, зависит очень сильно от вашей аудитории. Кому-то лучше заходит небольшой кофе-брейк в начале, когда люди только собираются. Для какой-то аудитории лучше, например, в конце заказать пиццу. Причем мне очень нравится вариант, когда люди приходят, мы просто считаем по головам и в зависимости от этого заказываем пиццу на нужный бюджет, чтобы не промахнуться. Единственное, здесь очень важно, чтобы пицца все-таки приехала. Бывали прецеденты, когда пицца не приезжала. Уже сказала по поводу опроса и списочка рассылки. Здесь очень важно все-таки организационные моменты подготовить заранее. И одна из очень распространенных ошибок – заранее определиться, что мы хотим получить в итоге. Потому что магии не бывает и после одного метапа толпа из разработчиков к вам не привезет. Если мы, например, согласовываем деньги у руководства, важно не забыть об этом предупредить. Потому что иногда создаются впечатления, вот мы сделали одно мероприятие и оп, случилась магия. Так вот, не случится. Такого не бывает. Здесь очень важно определиться, зачем мы, в принципе, все это делаем. Если говорить про хорошую карму бренда, это такая вещь, которая нарабатывается за очень длительный промежуток времени. Если говорить про плюс к найму, он 100% есть, только проблема в том, что он не мгновенный. Людям надо временно подумать, людям надо время на выработку лояльности компании. И она за один день и даже за два дня, за два мероприятия не вырабатывается. Если говорим про повышение в разнообразных рейтингах, безусловно, это происходит. Могу привести пример. За четыре года работы в Parallels в списке лучших работодателей России Parallels поднялся со 110-го места на 88-е. Но это произошло не мгновенно, это произошло не за один год. И это результат усилий многих людей в разных направлениях. Но когда мы делаем какую-то планомерную работу потихоньку, постоянно, то результаты действительно есть, и они заметны, и они видны. Они видны в качестве обратной связи от кандидатов. Когда они рассказывают, что, ой, вот мне рассказывали про вас много хорошего, человек у вас был. Вот потихоньку-потихоньку этот фидбэк, он накапливается. Но это не мгновенный результат. Понятно, что у нас улучшается наша ситуация в соцсетях. У нас появляется база контактов теплых, с которыми уже можно дальше работать с точки зрения рекрутинга. У нас кандидаты становятся более лояльные. Увеличивается количество подписчиков как в самих мероприятиях, так и у корпоративных страничек. Но все это происходит очень-очень не быстро. И посчитать это действительно достаточно сложно. Мы можем посчитать обратную связь от участников, проанализировать ее. Мы можем посмотреть количество отзывов в соцсетях. Это скорее будет такой фидбэк о самом мероприятии. Опять же, количество подписчиков. Но что говорить про рейтинги НПС, то здесь результат очень опосредованный. И от двух-трех мероприятий мгновенного результата мы, к сожалению, не получим. Это может расстраивать, это может забивать с толку, потому что очень сложно что-то делать и не быть уверенными, что это действительно будет эффективно. А, к сожалению, уверенными мы тут быть не можем. Я надеюсь, что это было полезно и, в принципе, готова уже отвечать на вопросы, если они появятся. Спасибо тебе большое. Аплодисменты у нас тут есть. Да, аплодисменты – это здорово. Вопросики, если могут они появляться. Вот у меня тут, видите, все работает. Я отслеживаю время. У меня будильник тут даже звенит специально. Но выключаться он не хочет, естественно. Так, да, еще раз спасибо большое. Вопросики, коллеги, задавайте в нашем чатике в Telegram HR API чат. Сейчас есть такая возможность. Ну и вот у меня тут приходят уже вопросы какие-то. Сообщества, с которыми вы взаимодействуете, как глубоко, во-первых, вы проинтегрированы? То есть есть ли кто-то из ваших коллег в программных комитетах сообщества или как там в правлении сообщества? Нет. А второй вопрос – как помогают сообществу, помимо того, что они анонсируют у себя на площадке? Они ищут вам спикеров? Что они еще делают, кроме того, что анонсируют на своих мощностях? Поняла. Спасибо. Нет, смотрите, никого, знакомых и коллег не было ни разу. Точнее как, знакомые были, но именно коллег, чтобы они работали, такого ни разу не было. И в программных комитетах вот так, чтобы просто прийти и обратиться, такого тоже не было. Но была история, что «Кать, вот сообщество, напиши, пожалуйста, туда, посмотри организаторы, вот эти вот ребята, напиши им». Вот такое было. Было, когда разработчики говорили, например, следующее. «Кать, вот ребята делали мероприятие где-то год назад, а спроси у них, может быть, у них что-то есть». Ну то есть это не история, когда вот реально прям помогают-помогают, это скорее история, когда есть примерное представление, куда идти и… Меня сейчас слышно? Что-то произошло? Нет, нет, все хорошо, все слышно. Все хорошо? Отлично, да. Вот, это скорее просто представление, что вот идти туда, спрашивать тех. Кроме анонсов, наверное, никакой помощи не было, но анонсы – это огромная помощь с точки зрения привлечения участников. Особенно на первом этапе, когда своей базы еще нет. Потому что сейчас, если говорить про Пайтон, Breakfast Moscow, как я уже сказала, у нас на Metap.com больше 450 участников. У нас в канале, наверное, полторы-две сотни, на фейсбуке тоже достаточно много людей, и эти базы не полностью пересекаются. Поэтому собрать мероприятие только на своей базе сейчас уже не проблема. На начальном этапе, естественно, нужна была помощь. Коллеги дальше продолжают задавать вопросы. Один из них так звучит. Можно ли оставить сообщество в самостоятельное плавание? Вот ты запустила завтрак, какое-то время модерировала. В какой момент это можно сделать? Можно ли, оставив лишь минимальную его поддержку? И что будет входить в этот минимальный комплекс? Как ты это видишь? По моему опыту оставить нельзя. У меня есть пример, когда запустили SAPNET. Это на базе Parallels запустили SAPNET. Это были метапы для специалистов саппорта. Это делала наша сотрудница компании Parallels. И она это делала своими усилиями. Но мероприятия были очень успешные. Огромное количество людей. Все классно. Очень позитивные отзывы. Но сотрудница уволилась. Она переехала в другую страну. И понятное дело, что сообщество в Москве стало неактуальным. Все, больше ни одной встречи не было. То есть без вовлечения, к сожалению, ничего не будет. У меня такой опыт. И я боюсь, что так оно и с другими сообществами случится. В продолжении этого вопроса как раз есть следующий ответ. У вас просто ушел человек и уволился. А если лидер сообщества уходит из компании, переходит в другую и забирает с собой сообщество. Вообще, есть ли какие-то на этот счет правила, рекомендации, мысли твои? Поделись. На самом деле у нас так случилось два раза. В моем опыте у меня на базе Parallels так произошло с сообществом саппорт инженеров. И на базе Parallels так произошло с сообществом пиарщиков. Ну, к сожалению, вот так сложилось. Поэтому Breakfast Mosque изначально я понимала, что рано или поздно так, наверное, может сложиться. Поэтому занимались несколько человек этим сообществом. Теперь уже я не работаю в Parallels, но я думаю, что с сообществом все будет хорошо, потому что в организаторы были привлечены люди из разных компаний. Кто-то в том числе продолжает работать в Parallels. И за счет того, что изначально было вот это без четкой привязки к компании, и несколько человек из компании все равно было вовлечено, я думаю, что сообществом все будет все равно хорошо. Но это можно продолжать. То есть серия не класть все яйца в одну корзину, обязательно чтобы было дублирование. Да, поступают нам вопросики, продолжают. Перестроились ли вы сейчас на онлайн? Моя коллега Ирина Саребекова спрашивает. И можно ли устраивать завтраки, биры и прочее на онлайн? Ну, первая часть – это вы перестроились, начали что-то делать или сейчас только начинаете? На какой вы стадии находитесь, какие у вас есть мысли? И как ты думаешь, все это то, что вы проводили, насколько оно будет в онлайне интересно, живо и востребовано? Угу, я поняла. Смотрите, мы не перешли на онлайн. Несмотря на то, что онлайн – это здорово, онлайн классно, онлайн замечательно работает, это все равно немножечко не то. Мы верим, что все равно все вот это закончится. И вот тогда мы обязательно вернемся обратно в кафе. В этом есть вот какая-то своя такая атмосфера. То же самое, если говорить про митапы, мы не уходим в онлайн, потому что онлайн все-таки достаточно много мероприятий. Вот. А если говорить про мероприятия с живыми людьми, в том же самом Владимире, их реально достаточно мало. Поэтому мы все-таки побережем темы, которых не бесконечное количество, прямо скажем. И все-таки сделаем оффлайн. Если говорить про онлайн мероприятия, я сейчас участвую в организации онлайн мафии. Это здорово. И онлайн мероприятия, они очень классные, эффективные, замечательные. Но конкретно вот для наших целей мы решили в онлайн не переходить. Ага. Спасибо тебе большое. И продолжают поступать вопросы. Ольга Орлашкина и, по-моему, Алексей Морозов, они примерно об одном и том же спрашивают. Измеряете ли вы, если ты говорил про это, то повторись, пожалуйста. Измеряете ли вы эффективность мероприятий, в частности, влияние на рекрутмент? Если да, то какие результаты получаете? Ну и вообще про метрики, может быть, еще раз в целом повторите. Угу. Я поняла. К сожалению, четкая корреляция между проведенным мероприятием и рекрутингом мне сложно установить. Я уже говорила, что я верю, что есть люди, которые могут ее провести. Но по моему опыту ее нет. Да, люди приходят на собеседование в рекрутинг и говорят, класс, здорово, я про вас столько всего хорошего слышал, я поэтому к вам хочу. Или я слышал, что вы организовываете мероприятия, ой, знаете, я бы хотела у вас вот работать и выступать, вот я к вам поэтому хочу. Или да, мне знакомые рассказывали. Но то есть это достаточно сложно посчитать, откуда именно он вот это вот услышал. потому что сидеть и выпытывать, а что конкретно, от кого конкретно ты слышал, но тоже, наверное, не очень здорово и не очень правильно. Вот. А четкая корреляция между мероприятием и рекрутингом, чтобы мы мероприятие провели, например, и наняли плюс два новых человека. Такой четкой корреляции нет. Ну, во всяком случае, по моему опыту. Спасибо большое. Ну, я думаю, что тут на оба вопроса ты сразу одновременно и ответила. Можешь еще раз коротко повторить, мы несколько раз уже в рамках марафона, наверное, спрашивали, коротко, кто такой Диврел и чем он занимается. И вот то, что ты закрываешь часть функций Диврела, можно ли назвать тебя уже Диврелом или все еще нельзя? Я надеюсь, что меня уже можно назвать Диврелом. Я похожу в Диврел сообщество. Мне все это очень интересно. Я организовываю мероприятие, я помогаю разработчикам писать статьи на Хаббар. Я думаю, что да, отчасти я это закрываю. Но только отчасти, потому что я закрываю только ту часть, которая касается бренда работодателя. Потому что все, что касается продвижения продуктов среди разработчиков, например, этим я не занимаюсь. Спасибо большое. Екатерина Угрюмова спрашивает, а у меня такой же вопрос, как и у нее. Я сейчас зачитаю, как ее вопрос звучит, а потом дополню своим. Катя, а как продаете бизнесу идею? Обычно затраты должны быть закреплены экономикой. Вопрос к тому, что нет KPI, нет метрик и как продать. А я продолжу эту мысль. Мне звонит директор IT-компании и говорит, как нам рекрутить? Я говорю, у вас нигде нет. Ни на одной конференции вы не выступаете, ни на одном он готов участвовать в метапах. А если наших людей уведут с конференций, с метапов? Он не видит особой выгоды для участия, но видит страхи, что конкретные страхи ему понятно, что уведут людей. А страхи получить выгоду, то, что он поучит, он не очень понимает. Вот расскажи, пожалуйста, как продать идею бизнесу, что надо участвовать в метапах, конференциях, в какой-то активности, выступать с докладами не бояться. Ведь хороший доклад, хороший человек, надо увести. Как вы внутри продаете, как, может быть, ты поможешь людям продать внутри своего бизнеса? Я поняла. Давайте я расскажу более-менее конкретные кейсы, которые со мной происходили, потому что, понятное дело, что я с этим тоже сталкивалась. Первая реакция, сколько раз я это не предлагала разным руководителем, первая реакция была, слушай, ну это все игрушки. Ну, хочешь, тебе, наверное, скучно, ну хочешь, делай. Я сталкивалась с таким ответом, и это, на самом деле, очень хороший ответ, потому что после этого у тебя есть возможность что-то сделать, показать. Вот, а у нас вот так вот происходит теперь. Это, как бы, хороший вариант. Вариант номер два – мероприятие без бюджета. Как я уже сказала, на Python Breakfast Moscow за год мероприятия мы, по сути, потратили 3 доллара на организацию сообщества на Metapcom и 5 тысяч рублей на кофе один раз, от которого, в принципе, можно было отказаться. Все. Это весь бюджет, который потратили за год мероприятия. Я считаю, что это очень небольшой бюджет, но с точки зрения узнаваемости, как бы, можно уже показывать какие-то публикации, примеры, результаты. Понятно, что они опосредованные, понятно, что это не в попугаях, но это хотя бы какие-то результаты, как бы, как один из вариантов для того, чтобы делать что-то дальше. Когда я предложила делать Metap в Altinaria, понятно, что, во-первых, в Altinaria у нас раньше не было ничего подобного, а во-вторых, во Владимире, в принципе, ничего подобного особенно не было. Вариантов очень мало. Здесь очень хорошо работают примеры других компаний. Если у нас нет собственных примеров, мы приводим пример, что вот похожие компании эти, вот они делают то, то, то. Но они же, наверное, не глупые люди, наверное, они это делают, чтобы увеличить количество кандидатов и так далее. То есть примеры других компаний здесь, ну, понятно, что это относительно, но они все-таки работают. А как уговорить, что мы не потеряем своих разработчиков? Мне очень нравится пример, знаете, старый анекдот. А что вы будете, если вы обучите своих сотрудников, и они уйдут, о боже мой, а что я буду делать, если я их не обучу, и они останутся? Вот тут работают примерно такие же примеры. Плюс с точки зрения экономии, давайте не забывать, что своих разработчиков надо все-таки учить. Когда они выступают на конференциях, участие в этой конференции для них бесплатно. Иногда они еще и коллег с собой могут привести. Поэтому это самый простой пример с точки зрения, друзья, мы сэкономим кучу денег. Если просто не будем платить за участие наших разработчиков в конференции, они там будут спикерами, и это будет для них бесплатно. Это очень простой пример, который очень легко считается. Ну, как бы на начальном этапе хотя бы так. Плюс у меня был буквально вот на днях кейс, когда мы предложили разработчику меньше денег, чем он хотел. Все, кто знаком с IT-рекрутингом, понимают, что какой бы ситуации на рынке ни была, но разработчики это не очень сильно любят. И одним из самых, наверное, важных для него аргументов, почему он все-таки принял решение переходить к нам, что мы поддерживаем обучение, что мы отправляем своих разработчиков на обучение, что мы поддерживаем желание быть спикерами. И если он хочет стать спикером и выступать на мероприятиях, я его буду максимально поддерживать, организую для него мероприятия, где он в том числе сможет выступить во Владимире, и помогу ему отправиться на мероприятия в Москве либо Питере. Для него это был решающий аргумент. А теперь у меня есть кейс для руководства. — Кать, спасибо большое. Смотри, у меня, наверное, вот получается… Ну, правильно ли я понял? Первый раз через «не хочу» мы проводим, а уже потом как-то вот через «хотите, не хотите» показываем красивые баннеры, то, что у нас, не знаю, получилось. Видео, может быть, с конференции, логотипчики, фоточки, да? Вот это все. — Привлекаем пиар. — Да. — Потому что, когда мы проводим вот эти все мероприятия, мы генерируем огромное количество контента. — Инфоповоды сюда много. — Инфоповоды, да. Поэтому, если нам нужны аргументы, мы вот берем за ручку маркетолога, пиарщика, кто у нас там есть, приходим все вместе и говорим, «Ребят, ну у вас же классно, много контента». Да. И вот все вместе убеждаем, потому что… Но первый раз обычно через уважение к HR, и если руководство HR доверяет, в моем случае два раза было, ну, делай, что с тобой уже делаешь. А потом уже готовы в это вкладываться. — Я сейчас рассказывал, подумал, что можно небольшую памятку написать HR, даже для первого раза, в контексте того, что вот у нас есть четыре пункта подготовки мероприятия, подготовка, проведение, пост-релиз. На каждом пункте мы будем анонсировать наши мероприятия на таких площадках, на таких, на таких. Там во время подготовки наши посты, наши публикации с нашим участием увидят там примерно, ну, точно больше тысячи человек посетят нас, там 100 человек, и в конце мы выложим видео, его будут смотреть вообще там, ну, в среднем видео на канале, там какого-нибудь митапа берем, смотрим, ну, смотрит 300 человек. Итого мы охватим несколько тысяч человек. А другими способами это сделать мы по большому счету не можем. Вот, пожалуйста, и стоит, если будет вот столько. Охват такой, такой охват стоит столько денег будет. Ну, какую-то памятку такую написать, что вы делаете, сколько можно примерно получить статистики, а за такой памяткой можно, наверное, вот к тебе исходить, ты примерно можешь оценить, сколько чего дать какую-то статистику. — Я думаю, это классная идея, да. Вот, и когда человек увидит цифры какие-то хотя бы, ну, хотя бы какие-то, он сможет согласиться на то, чтобы одобрить и даже сразу начать финансировать. По-моему, вопросов больше нет, в Zoom нам никто не звонит. Катя, спасибо тебе большое. Вот, очень классный доклад. Давайте поаплодируем. — Спасибо большое. Я, наверное, хотела бы еще один момент добавить. Если руководство вот совсем прям не готово вкладываться, не забывайте, что все это можно делать бесплатно. Да, это будет небольшой метап, но если мы говорим про завтраки в вашей сфере, это не стоит ничего. Плюс можно отправлять своих разработчиков на другие конференции, и это обычно тоже не стоит денег. Иногда можно договориться с разработчиком, чтобы он даже это в нерабочее дело готовился, если он сам замотивированный. И уже это использовать как кейс для дальнейшего убеждения. — Кать, спасибо тебе большое.